Приветствую вас! Ответ на ваш вопрос можете знать только вы, точно, наверняка. Но, как правило, передание возникает тогда, когда человеку, первое, не глотает любви, не глотает внимания, то есть, это такое вот своего рода оральное поведение, направленное на любовь, на потребность в любви. Вот, это первый аспект. Второй аспект – это безопасность, то есть, соответственно, ну, таким образом, вы пытаетесь достичь собственной безопасности, когда переедаете, а без, соответственно, еды, вы не чувствуете себя в безопасности и, соответственно, это тоже стимулирует вас на то, чтобы переедать. Вот. Значит, ещё ни для кого не секрет, что, собственно говоря, еда – это эндорфины и, соответственно, переедаете вам тому, что вам не хватает удовольствия, не хватает наслаждения, вот, хватает радости. То есть, здесь, соответственно, могут быть несколько вариантов развития событий. Вариант первый – это сценарий без радости. то есть, когда вы не чувствуете радости от того, что, соответственно, делаете. Вот. И вариант второй – это то, что вы не получаете наслаждение, ну, в должной-в должной степени, на должном уровне. Вот. И, соответственно, пытаетесь заменить едой, вот, ваша собственная, ну, ваша собственная неудовлетворенность, скажем так. Вот. Вот. Подобные вещи являются первыми, на что стоит обратить внимание. Причинами переедания, в том числе, может быть еще и то, что, например, у вас может иметь место быть запрет на принятие себя, на любовь к себе, и так вы реализуете подсознательно нежелание быть, значит, либо красивой, по вашему мнению, либо привлекательной, по вашему мнению, опять же, вот. Вот. То есть, есть какой-то здесь у вас стимул. Ну, вот, собственно, так действует. Иногда и довольно часто еда используется как, значит, средство от стресса. То есть, вы чувствуете напряжение, вот, и вы снимаете его через стресс, через заедание. То есть, таким образом происходит избегание, ну, ваше, ваше избегание от, например, реальности, ваше избегание от реального мира, в котором вы живете, и который вас не устраивает, но из которого вы либо не видите выхода, либо вы не считаете, что тот выход, который, собственно, может быть, может быть у вашей ситуации, да, он, ну, не может быть вами реализован. Вот. Это тоже может быть. Вот. Какая именно причина у вас, это нужно разбираться. То есть, нужно именно разбираться, нужно именно смотреть, нужно именно выяснять. Вот. Передание, это, в общем-то, является достаточно серьезным состоянием. Тем не менее, по краткости вашего вопроса, я могу предположить, что либо вы не верите в то, что способны справиться с этой, ну, с этой проблемой, либо вы не верите, либо вы не хотите, потому что, ну, в общем, тот факт, что вы как-то вот, знаете, ну, тот факт, что вы так мало о себе рассказываете, говорит о нежелании на данный момент, по крайней мере, вкладываться в решение своей проблемы. И здесь я задаю вам, собственно, вопрос. Готовы ли вы работать с этой проблемой? Готовы ли вы делать с ней что-то? Готовы ли вы, значит, ну, прилагать усилия для того, чтобы, собственно говоря, выходить из этого состояния? Что вы готовы сделать вообще для этого? Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.